Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если вы любитель пощекотать себе нервы, то вот вам, пожалуйста, разработчики порадовали новой рулеткой, из которой можно попытать удачу и попытаться достать себе объект 752. Объектик мне очень сильно нравится, это классный двухзарядный барабан на 9 уровне с хорошим уровнем бронирования. Короче говоря, машина очень приятная, очень классная и его очень часто сравнивают с К-91. Единственное, что у К-91 три снаряда, здесь два. Обязательно выкатим данную машину из ангара, вне зависимости от того, выпадет она мне сейчас с рулетки или нет. Я, дело в том, что не сильно, как вы видите, зажиточный ютюбер. Я ютюбер нищебродный и крутить на всю, к сожалению, у меня не хватит элементарно голды. Да и, честно говоря, все 11 прокрутов обойдутся в 22405 золотых монет и я лично считаю, что это, безусловно, дороговато. А вот если вы прокрутите в пределах 9 прокрутов, 10 и 11 крутить не будете, то объект обойдется вам в 13905. Ну, давайте будем округлять 13900. Ну и, честно говоря, 14000 голды за то, что вы еще параллельно, помимо объекта, заберете еще хоть что-нибудь отсюда, уже довольно выгодное приобретение. У меня, к сожалению, нет возможности слишком играться с этой рулеткой. Если на моем основном аккаунте, где мы сейчас находимся, мне объект не выпадает, то мы перейдем на другой. Ну и, соответственно, там машинку выкатим из ангарчика для того, чтобы ее заценить. Ну что, давайте будем смотреть для начала шансы. Шансы, как обычно, на объект крайне-крайне мизерные. Такие же шансы на получение его камо легендарного. Ну и, честно говоря, возвращаясь к теме камо, хотелось бы сразу отметить, что камуфляж мне не нравится. Скажу почему. Дело в том, что вся его прелесть и красота сводится к анимации в виде летающих планет и звезд над самой машиной. Но только видите вы эту анимацию только тогда, когда бой начинается. В дальнейшем это просто разукрашенная вот в такие вот синие тона с летящей кометой цвета. Все. Вот эта вот вся красота, она будет у вас исключительно несколько секунд в начале боя. А то и, по-моему, даже и нескольких секунд не будет. Может, секунда-полторы. Короче говоря, вроде бы и красиво, вроде бы симпатично. Но радует также то, что здесь есть какие-то мелкие детали на самой машине, за которые можно глазом зацепиться. Это лучше, чем просто голая корма машины. Да и в целом, ребят, смысл все-таки не во внешнем виде в данном случае, а в качестве самой тачки. Ну, а ее мы, как я говорил, заценим буквально через пару секунд. Итак, ребят, давайте крутнем пару раз. Чисто ради интереса на данном аккаунте у меня этой машины нет. Я приобрел себе ее на твинг на новогоднем аукционе по какой-то там бросовой цене. И очень сильно жалею, что не сделал этого на своем основном аккаунте. Ну да, конечно. Что можно еще получить за 30 голды? Ну, конечно же, 50 тысяч серебряных монет, которые я могу заработать на любой плюс-минус фармящей машине, один раз победив на восьмом уровне. Ну ладно, окей, хорошо. Значит, тогда сейчас выпадет что-то еще более интересное. Допустим, тот же самый заяц, который меня раздражает просто до безобразия. Бустеры. Бустеры опыта. Ну ладно, хорошо. Допустим, за 75 взяли бустеры. Крутим еще раз. Я прокручу максимум еще два раза, потому что, ну, не готов я разбивать свою золотую копилку ради игры с судьбой, но для того, чтобы порадовать вас и для того, чтобы показать вам шансы выпадения. Заяц. Сказал бы я, ребята, сказал бы я, чего стоит этот заяц, ну, не буду. Явно он не стоит 350 золота потраченных. Ну и вот у меня остается еще 750 голды. Давайте один раз крутнем. Я уверен, что машина мне не выпадет. Я даже крушителя из рулетки забрал, только потратив 15 с половиной тысяч золота, крутив ее до последнего. Ну, просто потому что крушак меня действительно безумно интересовал. Ну вот теперь напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Стоит ли... Стоит ли 750 голды 75 бустеров опыта? Или так, стоит ли 75 бустеров опыта 750 голды? Я лично так не считаю. Что касается моих шансов. Мои шансы на машину просто безумно выросли, и теперь они составляют целую четверть процента. 0,25. Ну, его в пень. Не хочу больше ничего крутить. Настроение немножко уже подпортилось, потому что я хотел хоть что-то отсюда получить. Ну, уже хотя бы выскочку, я не знаю. Или тот же самый X5. Ну, блин, ну не вот это вот все, ребят. Ну, серьезно. Ладно, бок с ним. Покрутили, да и покрутили. Теперь вы видите, какие шансы выпадения на неподкрученном аккаунте. Ну, а теперь давайте перейдем на другой аккаунт и выкатим объекта из ангара. Итак, объект 752. Крайне крутая тачка на девятом уровне. Его очень часто пытаются сравнивать с премиумной машиной К-91. И я лично считаю, что это не совсем честное сравнение, потому что у К-91, ребят, есть барабан на три снаряда. Я имею в виду вот этого вот товарища. У объекта здесь два снарядника. Что касается его орудия. Орудие очень комфортное, очень приятное. Мне лично очень сильно заходит. Здесь два снаряда на 430 единиц альфы каждый. Итого получается за барабан вы даете 860 среднего. Это действительно очень классный показатель, с учетом того, что время перезарядки составляет 17 секунд. Я не могу сказать, что это прям молниеносно. Но в целом это с учетом его играбельности в отношении брони и живучести очень даже приемлемая цифра. При этом у него ДПМ не такой уж и большой для девятого уровня 2460. Но в моем понимании есть еще такое понятие, как реализуемый ДПМ. ДПМ может быть заявленным 3500. Но с учетом картонности и крайне скудной живучести машины, реализовать его крайне сложно. А вот на этой машине вы действительно сможете этот ДПМ реализовывать. Что касается времени с введением. Оно не очень приятное, потому что там 4.6, но немножко дискомфорта добавляет. При этом всем разброс вполне себе приемлем, как для тяжелого танка. Пробитие 257. Это с учетом того, что у меня стоит здесь на калиброванные снаряды и добавляет 12 единиц. Это существенная добавка на девятом уровне, которая позволяет играть против десяток. Ну а если вдруг не хватает, то можно пользоваться кумулятивными, которые пробивают 374 мм брони. Что тоже, кстати, является довольно крутым показателем. Ну а когда вы играете против восьмерок, ну тогда уж прям совсем комфортно. Стоит также отметить, что у объекта существенное время перезарядки снарядов между собой в самом магазине. Целых 4 секунды. И это действительно прям совсем из ряда вон, особенно когда вспоминаешь те машины, у которых снаряды вылетают через каждые 2,5 секунды. Но правда там альфы будет немножко поменьше. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8. И играется крайне-крайне комфортно. Если вдруг вас интересует абсолютно честный обзор в стиле моего канала, то он уже есть на каналчике. Я обязательно положу ссылочки в описании под видео, они будут всплывать еще вот здесь наверху. В общем, заходите, посмотрите, я думаю, видео будут вам полезны. Ну что, берем машину и поехали в бой, попытаемся ее заценить в реальном замесе. Итак, друзья, как вы видите, вот она красивая анимация планет. И сейчас она пропадет, и танк просто останется в своем каму. На этом вся красота заканчивается. Что касается внешнего вида, то в бою смотрится вот так вот. Ну я бы не сказал, что прям сильно бросается в глаза. Единственное, что меня, как я говорил, радует наличием всякого рода мелких деталей. Пускай не в очень большом количестве, но они присутствуют на машине. В частности, вот эта антенна. Ну, короче, что-то в этом есть, но прям вау-эффекта не производит. По крайней мере, на меня. Пишите свое мнение в комментариях по поводу внешнего вида данной машины. Что касается подвижности, едет очень классно, очень приятно, крайне комфортно. Абсолютно никакого неудобства в отношении передвижения машина у вас вызывать не будет. Что касается точности и что касается скорострельности. Ну вот скорострельность вот такая. За время перезарядки снарядов между собой в магазине вы успеваете свестись, и это действительно очень приятно. Дальше вам необходимо просто пережить время перезарядки, которое в целом на данной машине не является прям каким-то кощуственно большим. Ну и теперь давайте попытаемся еще пострелять. Вот она броня у машины. Броня у машины действительно есть. Что касается скорострельности между собой, вот эта вот перезарядочка внутри магазина, немножечко все-таки долговато. И к этому стоит готовиться. Но в целом к этому привыкаешь. Каких-то там 5 боев максимум, вы прочувствуете данную машину на все 100 и сможете ее реализовывать практически в любых игровых ситуациях. Пока мы занимаемся таким себе полузаценом, полутестом машины в реальном бою, хотелось бы обозначить, что оставляя комментарии под данным видео, если вы подписаны на мой канал и ваши подписки открыты, вы автоматически регистрируетесь на розыгрыше. Как поучаствовать в розыгрыше? Все очень просто. Прямо сейчас подписались на канал, открыли свои подписки, чтобы я видел, что вы действительно являетесь подписчиком моего канала. Написали комментарии под данным видео, по теме видео и обязательно указали свой игровой никнейм и ID на Евросервере. Ну и в принципе все, ребят. Больше делать ничего не надо. После этого мы на прямой трансляции под данным видосом разыграем промокод на премиумную машинку. Поэтому кто-нибудь из вас, кто оставляет комментарии, обязательно тачку себе в ангар поставит. Одну машинку мы уже разыграли и еще, ребят, будем разыгрывать не одну. Впереди очень-очень много розыгрышей, поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас, ну и пусть вам повезет. Что касается объекта, я безумно, безумно раздосадован тем, что в свое время, когда он продавался на аукционе, я не поверил в него. И вот, к сожалению, приобрел себе его на твинг. На основной аккаунт я его себе не приобрел и жалею об этом до сих пор. Если бы у меня была возможность прокрутить данную рулетку, ну, безусловно, не за 22 400, но если бы мне сказали, что данную машину я смогу забрать себе за 13 900, за 14, то есть за вот эти вот 9 прокрутов, о которых я говорил, я бы однозначно крутил, однозначно забирал, потому что тачка, ну, очень годная. Мое скромное мнение по поводу ценника на данную машину, если просто покупать его из магазина, я бы с удовольствием себе его приобрел в голом состоянии, без его легендарного внешнего вида, без каких-то дополнительных ништяков, даже без открытого оборудования за 15 000 голды абсолютно спокойно. Если бы его выставили на продажу, эта голда у меня была на счету. Машина очень классная, очень фановая, очень интересная, довольно-таки результативная, особенно, когда к ней привыкаешь. Ты действительно не ощущаешь какого-то напряга, играя на данной машине, и это далеко не все его преимущества, и далеко не все его плюсы. Мне лично очень заходит. Вот так вот расслабленно, абсолютно ничего не делая, 4630 единиц урона, и при этом, ребят, знак классности только второй степени, не первой. Это о чем говорит? Это говорит о том, что игроки, которые играют на данной машине постоянно, настолько взадрали планку, что, мама, не горюй. Ну, а параллельно с тем, это говорит о том, что машина может, может такую планку ставить и ее достигать. Мы занимаем первое место в команде по урону с просто офигительным отрывом. Машина действительно достойна вашего внимания. Сейчас похвалим наших ребят, ну и давайте будем подбивать итоги. Хотя какие тут итоги можно подбивать? По-моему, вы все сами видели. И я не агитирую ни в коем случае вас к тому, чтобы вы крутили данную рулетку. Здесь выбор исключительно за вами. Я вообще не фартовый чувак на рулетке, и услышать от меня по поводу того, что очень выгодно купить контейнеры или очень выгодно покрутить рулетку, ну, навряд ли вы такое услышите. Разве что, если что-то произойдет такое с этой игрой, что прям на всех аккаунтах мне будут сыпаться танки из контейнеров и рулеты. Ну, а в данном случае моя задача была очень проста. Показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. И она действительно такой является. Если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре и хотите участвовать в розыгрыше, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, потому что на продажу выставили еще две ПТшки, которые мне тоже хочется вам показать. В ближайшее время, буквально полчаса-час, одно за другим на канале начнут появляться видео с обзорчиками на две данных ПТхи, которые продаются в ставе набора. Я побежал снимать. Ну, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.